Очень важно понимать, что основная причина болей у современных людей это не сами грыжи или протрузии позвоночника, а спазмированные мышцы. Малоподвижный образ жизни, практически отсутствующая адекватная нагрузка на мышцы приводит к спазмированию, который влечет за собой весь ворох проблем и болей. Да, чрезмерные нагрузки могут также приводить к спазмированию, но если вы занимаетесь физической культурой, а не ради рекордов, то ваша мускулатура всегда в тонусе, когда нужна и расслаблена. Когда вы отдыхаете, но когда мы не даем никакой нагрузки на мышцы, постоянно сидим в школе, на работе, в институте, мы сами провоцируем спазмирование. А чаще всего спазмируется только одна сторона ягодичной мышцы, внутренней мышцы таза, либо мышцы поддерживающей позвоночный столб, что вызывает защемление и искривление. Вот почему так необходимо делать адекватную нагрузку на наши мышцы 2-3 раза в неделю в режиме физической культуры. Плюс массаж, плюс бассейн, также является хорошим как профилактическим средством, так и лечащим. Об упражнениях поговорим позже. Очень многие болезни связаны с заболеванием позвоночника, которые вызываются в более чем 80% случаев гипертонусом мышц спины, либо недостатком движения в целом. И в данном конкретном отделе опорно-двигательного аппарата правильная тренировка должна обеспечивать профилактику заболеваний позвоночника, либо его лечения при уже имеющихся проблемах, что помимо прочего должно включать в себя сокращение и растяжение глубоких мышц позвоночника для снятия спазмов и, естественно, укрепление всех мышц кора для создания естественной поддержки межпозвонковых дисков, как бы корсета из мышц для стабилизации позвоночного столба. Физкульт, привет! Привет! Друзья, ученики и просто случайный зритель. Тот, кто смотрит меня довольно давно, знает, что я уже не раз рассказывал и показывал о том, как сохранить позвоночник здоровым, о том, как вылечить ваш позвоночник, как минимум избавиться от боли. И не важно, грыжи у вас, протрузии, либо какой-то другой синдром, спазмированные мышцы, зажат нерв. Все, что вы узнаете сегодня, поможет вам избавиться от боли, снимет боли, вернетесь к нормальной жизни без боли и даже к тренировкам. Это неголословные заявления уже больше тысячи человек получили в пользу. Лично я, имея проблемы с позвоночником, меня врачи лечили больше трех лет, становилось только хуже и хуже, пока я сам за себя не взялся. И сейчас вы видите, я снова тяну за 200, приседаю за 200 и у меня нет никаких проблем. По крайней мере, боли меня больше не беспокоят. Иногда бывает дискомфорт, но я его снимаю именно тем, что вы увидите в сегодняшнем видео. Друзья, независимо, есть у вас боли в спине или нет, испытываете ли вы дискомфорт или вам прекрасно живется, давайте проведем тест и увидим, есть у нас проблемы или нет. Не всегда, не всегда, к сожалению или к счастью, если есть проблема, она выливается в виде боли. Поэтому очень важно проводить тесты. Мы можем это сделать без МРТ. Все, что нам нужно, это лечь на ровную поверхность. Лягте удобно, таким образом, чтобы вам никто и ничего не мешало. Приподнимите пятки над землей и приводите колени к груди. Затем опускайте пятки на пол. Снова привели коленки к груди, убрали ноги обратно, опустили пятки на пол. Вы заметите, что у вас будут звуки издаваться в позвоночнике, в поясничном отделе. А может и не будут. Причем хруст, потрескивание может происходить на любом участке амплитуды. У кого-то это будет, когда вы будете поднимать ноги. У кого-то, когда будете опускать. Очень интересный тест. Попробуйте теперь сделать то же самое, но для каждой ноги отдельно. И вы увидите, что у вас может появиться хруст в этот момент. Причем либо у одной ноги, либо у другой. Причем этот хруст, потрескивания будут безболезненными. Но это будет показывать, что что-то где-то у нас с вами в позвоночнике. Или скорее всего с нашими мышечными корсетами что-то не так. Но переживать не стоит, потому что все поправимо. Попробуйте сделать то же самое, не кладя пятки на пол. Тоже двумя ногами одновременно и одной ногой. Вы увидите, что хруст и различные посторонние звуки будут появляться. У кого не появляется, тот молодец. Вы знаете, что очень часто спазмирование мышц, особенно ягодичных, приводит к проблемам с поясничным отделом позвоночника, либо к болям. Вот сейчас вы видите одно из упражнений, которое поможет вам растянуть именно ягодичные мышцы. Поставьте пятку одной ноги на колено, согнутой другой. И давите на колено рукой. Очень-очень плавно, очень-очень нежно. Затем просуньте руки, обхватите одну ногу свою и приводите легкими движениями себя колено к груди. Затем оба колена. Это поможет очень хорошо растянуть ягодичную мышцу. Также выполняйте скручивания подобные. Для чего это делать? Вы знаете, что существуют тонические и фазические мышцы. А мышцы кора, это не только поясничные мышцы, это и мышцы пресса. Их нужно тренировать. Не подъемами, как это делают многие, заблуждаясь. Особенно, когда закрепляют ноги. Что приводит к работе бицепса бедра и перегрузке поясничного отдела позвоночника. Это нужно знать, особенно если вы являетесь тренером. И естественно, если у вас есть какие-либо проблемы, вы должны все это четко понимать. В конце сделайте такую легкую вытяжку. Сейчас я вам покажу еще одно упражнение для растяжки бицепса бедра. Делается оно очень просто, но очень эффективно. Вы почувствуете, как ваш бицепс бедра растягивается. Ставите ногу в сторону, на пятку и садитесь на согнутую ногу. Выставленную ногу оставляете прямой. Можно делать с полностью стопой, стоящей на полу. Можно делать, если вы будете отрывать носок от пола. Пробуйте оба варианта. Вот еще один более сложный вариант для того, чтобы потянуть наши ягодичные мышцы. Пробуйте, особенно у кого хорошая растяжка, это будет давать эффект. Ягодичная мышца будет растягиваться и если есть спазм, не дай бог, он будет сниматься. Это тоже, друзья, очень и очень важно. Не игнорируйте это. Очень эффективно использовать мячик для большого тенниса. Садитесь на мячик одной стороной ягодичной мышцы и выполняете различные движения. Вперед, назад, влево, вправо. Круговые движения в одну и в другую сторону. Поверьте, если у вас есть какой-то зажим, спазм, триггер, как это сейчас модно называть. Вы его сразу почувствуете. И почувствуете, с какой стороны это. Подобный самомассаж очень полезен, даже если у вас нет никаких проблем со спазмами. Если вы не хотите, чтобы они появились. Еще очень эффективное упражнение, когда вы садитесь, отрегулировав сидение таким образом, чтобы бедра были параллельны полу. И выполняем уже известное нам движение. Ставим пятку одной ноги на колено другой и придавливаем коленку к низу. У меня это не очень хорошо получается. Никогда не получалось. Подвижность коленных суставов у меня ограничена, как вы видите. И, наверное, соответственно, тазобедренных. Эти движения, друзья, именно для ягодичных мышц и бицепса бедра. Не игнорируйте их. Переходим непосредственно к моей популярной гимнастике. Которая помогла уже не одной тысяче человек. Которая помогает мне оставаться активным. Приседать за 200, тянуть за 200. И вот с чего я начинал. Начинал с таких простых движений. Когда вы ставите пятку одной ноги на носок другой. И плавными, медленными движениями совершаете вот такие повороты. В одну и в другую сторону. Причем старайтесь удерживать плечевой пояс и таз по возможности прижатым к полу. Следующее движение немножечко усложненное. Но тоже, в принципе, свободно выполнимое. Даже если у вас есть боли, эту гимнастику, друзья, нужно делать. Делаем через боль. Естественно, конечно, только если боль не усиливается. Через боль значит, если вы можете сохранять уровень боли на привычном уровне. То же самое делаем для обеих ног. Здесь уже подключаем голову. То есть, поворачиваем шею, голову в другую сторону, противоположную движению ног. Очень плавно, друзья, и медленно все мы это с вами делаем. Обращайте внимание особое. Не ленитесь, друзья. Кажется просто, но эти движения не я придумал. И это условно называется моя гимнастика. Это, друзья, все движения из йоги. Вот это движение я уже придумал для себя. И делаю его частенько, всегда после тренировки. Особенно, если была становая тяга, если были приседания. Обязательно это делаю. Для того, чтобы реально почувствовать разгрузку. Если вы долго посидели на стуле, то вам тоже поможет именно вот это движение. Делается оно плавненько. Голова движется в разные стороны с ногами. Все очень просто. Самое главное не спешить. Плавность. Чем плавнее вы будете делать, тем безопаснее это будет для вас. Со временем, когда вам станет уже просто выполнять предыдущее движение. Я модернизировал его следующим образом. Видите, выполняю такими своеобразными круговыми движениями. И, честно говоря, хруст у меня есть практически всегда при выполнении этого движения. Но оно настолько же эффективное, насколько, возможно, кому-то смешно выглядит. Не стоит, друзья, бояться косых взглядов. Это ваше здоровье, которое только ваше. Плевать, кто что подумает. Если вам уж настолько стыдно, делайте это дома, либо где-то в закрытых помещениях. Обязательно, обязательно нужно тянуться. Легкая дозированная растяжка. Прижав колено к груди, поводите носком вперед-назад. Для одной и для другой ноги. При этом нужно удерживать поясницу и таз на полу. Кстати, кто думает, что жим ногами безопаснее, чем приседания, тот ошибается. Больше людей, выполняя в максимально полной амплитуде жимы ногами, получают травму, нежели от приседаний. Опять-таки, поделали легкую вытяжку. Грубо говоря, ладошками тянетесь вверх, а ногами тянетесь вниз. Затем делаем разносторонние приведения. Ладони к носку стопы. Легкая фиксация. Все делаем очень и очень плавно. И будет вам счастье. Отличие от системы Бугновского, которую я тоже не критикую. Но резкие движения, связанные с позвоночником, что бы вы ни делали. Я не сторонник этого. Это может, наоборот, друзья, нам даже повредить. А где-то и навредить. Очень полезно вот такие приведения делать. Хватайте себя за пятки и подтягивайте к груди. Но именно скручиваниями. Вот это движение максимально прокачивает мышцы пресса. При этом целиком и полностью. Мышцы пресса это одна мышца. И если грамотно делать, даже если безграмотно делать, она будет работать целиком и полностью. Единственное, если безграмотно делать, то вы будете получать проблемы только с поясничным отделом позвоночника. На самом деле, как вы видите, гимнастика совершенно несложная. Даже, я бы сказал, простая и элементарная. Не забывайте про простые элементарные растяжки, которые не вызывают чрезмерного напряжения в суставах. Если вы ходите на йогу и вас там заставляют делать какие-то либо чрезмерные перегрузки для суставов, то я вам это крайне не рекомендую делать. Бык-кошечка также очень полезный. Это тоже упражнение из йоги. Не забывайте, что современная йога не имеет ничего общего с йогой. И если вы посмотрите статистику, то именно, что удивительно, инструктора по современной йоге чаще всего обращаются за помощью от болей в поясничном отделе позвоночника. И у них появляются грыжи. Задайтесь себе вопросом, почему. Вот мы с вами посмотрели основную гимнастику, которую нужно начать делать, как только вы ее увидите. Есть у вас боли, нет у вас болей. Делайте ее сами. Заставляйте делать своего супруга или супругу. Обязательно детей. Хотя бы вечером. Это самая лучшая, друзья, профилактика для тех, кто хочет не болеть, кто хочет замечательно себя чувствовать, кто хочет тренироваться, продолжать тренироваться и не вредить себе. Не будем забывать, друзья, и о гиперэкстензиях. Гиперэкстензия это единственное упражнение, не считая гимнастику, если брать его за упражнение, которое действует декомпрессионно на наш отдел позвоночника. Очень важно его выполнять. Девочки бонусом будут получать еще и хорошие ягодичные мышцы, когда будут делать уже с весом, с легкой паузой вверху. Вы реально прочувствуете, насколько это эффективное упражнение. Друзья, обязательно начинать свое лечение и профилактику необходимо с понятия экстензий и гиперэкстензий. Когда ноги закреплены и двигается корпус, это экстензия. И делать ее нужно всегда, всегда в начале тренировки. Включайте экстензии спины, как разминку в начале любой тренировки. Гиперэкстензии. Когда корпус закреплен, двигаются ноги. Обязательно, всегда, друзья, как правило, включайте в заминку. Делайте гиперэкстензии в конце вашего тренинга. Не ленитесь, это убережет вас от проблем, которых у вас возможно и нет. Но благодаря этим правилам они у вас никогда не появятся. Также не будем забывать и про экстензии спины. Существуют различные варианты. Под наклоном, горизонтальный, как вы видите сейчас у себя на экранах. Так вот, горизонтальный гораздо эффективнее. Особенно, если вы делаете, опять-таки, скручивание. Посмотрите, подобным образом мы реально растягиваем поясничную мышцу. По-другому этого сделать нельзя. Когда мы делаем экстензии, все равно растяжка не такая. Работа этой мышцы совершенно другая. Не верите? Попробуйте и отпишитесь в комментариях. Просто представьте, что мячик у вас внизу живота, и вы как бы скручиваетесь вокруг мячика. Потихонечку-потихонечку наращиваем веса. И в экстензиях, и в гиперэкстензиях. Самое главное, что не переразгибаться. Многие люди думают, что гиперэкстензия это из-за того, что переразгибание. Нет, просто есть упражнение экстензии спины. А чтобы понимать, что нужно работать ногами, придумали название гиперэкстензия. Помните еще одну очень важную деталь. Необходимо все делать мышцами. Когда мы делаем подъемы, естественно, мы поднимаемся за счет мышечного напряжения. Но многие негативную фазу движения полностью и целиком исключают. Выполняя ее за счет расслабления мышц, за счет силы тяжести. Нельзя, ни в коем случае. Негативная фаза самая важная. Выполняйте ее точно так же, как и позитивную. За счет напряжения мышц. Опускайте свое тело или ноги. И это касается любых упражнений. Именно за счет напряжения, а не за счет расслабления ваших мышц. Я потихонечку за год-полтора дошел до очень серьезных рабочих весов. В упражнениях экстензия и гиперэкстензия. Но вас хочу предупредить, друзья. Важна постепенность. Важна плавность. Вы должны четко чувствовать, уже контролировать свои мышцы, свой мышечный корсет. Быть уверенными в своем позвоночнике. Я это делаю для того, чтобы мышцы были крепкими. И после таких тяжелых экстензий, мои мышцы и моя поясница говорит мне спасибо. Но на начальном этапе нужно делать простые экстензии без веса. Сосредачиваясь на плавности работы. Можно брать в руки где-то через месяц-полтора легкое отягощение. Это могут быть мячи медицинские, фитболы, гантели, гирьки. В общем, на ваше усмотрение. Самое главное плавность. Постепенность. Вы должны четко ощущать движение и работу ваших мышц. Обратите внимание, что регулируя лежак, вы можете двигать его ближе к бедрам, либо ближе к тазу. Делайте различные виды экстензий. Чередуйте скручивания, чередуйте простые движения. С весом, без веса. С весом меньше повторений, без веса больше повторений. Но всегда четкое ощущение работы на каждом участке амплитуды. Постоянно. Что бы вы ни делали, поднимались или опускали, вы должны ощущать эту работу мышц. Это действительно, друзья, очень и очень важно. Игнорировать это ни в коем случае нельзя. Я очень люблю экстензии. Почему? Да потому что именно они, в первую очередь, я считаю, гимнастику я узнал уже потом, начали помогать мне бороться с моими протрузиями, грыжами и возвращать меня потихонечку к нормальному образу жизни. Кто не ходит в тренажерные залы, не ищите отмазку. Кто хочет, тот придумает. Можно тренироваться экстензией и гиперэкстензией на фитболе. Как вы видите, сейчас делает Алла. Если развернуться, к примеру, держаться, упереться руками в пол, слегка переместить центр тяжести и двигать ногами, то получится гиперэкстензия. Но экстензию, конечно же, здесь делать удобнее и практичнее. Для гиперэкстензии все-таки вес своих собственных ног это мало. Экстензии, друзья, делаем в начале тренинга. Мы это все с вами помним. Тоже обратите внимание, как делает Юля. Поднимаемся только до уровня параллели ног с корпусом. Легкая пауза и плавное опускание корпуса вниз. Не расслабление, а именно опускание. Вы должны чувствовать, как растягиваются ваши мышцы. А с каждым новым подъемом все больше усиливается напряжение. Убиться все бедра, в ягодичных мышцах. И, поверьте, друзья, отклик будет очень быстрым и очень позитивным. Вы это реально на себе почувствуете. Много вариантов есть различных упражнений. Есть вот такой станок, подписчик присылал мне видео, как он делает. Немножечко быстро, но с весом, конечно, это сложно контролировать. Поэтому всегда-всегда чувствуйте, что вы делаете. И, естественно, перед тем, как перейти уже к работе с действительно серьезными весами, вы должны быть уверенными и поработать как минимум 6-7 месяцев с собственным весом, либо с 5-килограммовым блином или гантелью. Изучайте, читайте любую доступную информацию. Когда меня схватил этот недуг, я был готов изучать все, что угодно. Я перелопатил информацию из различных источников, пока действительно не нашел что-то стоящее для себя, что-то полезное. И пусть у вас на это уйдет время. Не страшно. Вы в хороших учебниках, у хороших видеоблогеров наберетесь опыта. И сможете уже сами понимать, что к чему. Главное, друзья, повторюсь, это постепенность, плавность. Не торопитесь получить быстрый, мгновенный результат. Не торопитесь форсировать рабочие веса или количество повторений. Можете сделать нормально, без боли, 2-3-5 повторений. Замечательно. Увидите, от недели к неделе вы будете прогрессировать. Особенно это касается тех, кто раньше вообще никогда не тренировался. Вам нужно совершенно по-другому подходить ко всему этому. По-другому в плане еще более плавным и долгим должен быть ваш подъем. В рабочих весах, в количестве повторений и вообще в принципе в тренировках. Но тренироваться нужно, потому что движение, друзья, есть жизнь. Если мы останавливаемся, то все останавливается. И наша жизнь тоже, и наше развитие. Как только мы считаем, что мы все узнали, все достигли, то мы начинаем движение вниз. А я думаю, этого никому из нас с вами не нужно. Не забываем, друзья, что позвоночник это основа всего. Он должен быть и гибким, и растянутым, и крепким. Крепким его делает мышечный корсет. Вот вы видите, как подписчица прислала видео. Она придумала делать в тренажере для сгибания ног лежа гиперэкстензию. Причем делает очень хорошо. Вы можете делать это с весом. Видите, поднимаем ноги только до уровня корпуса. Легкая пауза, напряжение ягодичных мышц и опускание. А сейчас Юля покажет, как она делала гиперэкстензию, когда у нее не было станка. Делаем в станке для наклонных экстензий. Берем, зажимаем ногами фитбол, медицинский мяч или гирю, гантелю, что получится. Многие используют резину. И работаем. Как вы видите, ноги тоже поднимаются только до уровня, параллели с корпусом. Обращаю в очередной раз, друзья, на это ваше внимание. Не игнорируйте ни экстензии, ни гиперэкстензии. Точно так же, как и гимнастику. Когда у меня были боли, я по 15-20 раз за день делал гимнастику. На каждой тренировке делал экстензии. По возможности делал гиперэкстензии. Даже в Штатах они, к сожалению, есть не в каждом зале. Благодаря моим видеороликам, по крайней мере, трое человек мне отписалось, что из России они смогли добиться через администрацию своих директоров залов, владельцев залов, что им купили станок гиперэкстензия. Такой, как вы видите сейчас на экранах. Ну что, друзья, приседания. Приседать я начал где-то со 2-3 месяца, как начал делать гимнастику и экстензии. Почему так произошло? До этого я боялся, честно говоря, приседать. И, естественно, когда я начал приседать, я приседал просто с 40 килограммами. Спокойненько, медленно, без каких-либо рывков. Медленно садился, медленно вставал. Где-то через 7-8 месяцев я уже приседал с 60 килограммами. Но хочу сделать сразу одобрку. Первый год я приседал только фронтально. То есть, удерживал гриф на груди. Для чего я это делал? Просто для того, чтобы быть уверенным, что мой позвоночник идеально ровным. Вы знаете, а если не знаете, то попробуйте. Когда вы держите штангу на груди, присесть и округлить позвоночник нереально. Невозможно. Иначе просто упадет штанга вперед. Вот вы видите далеко. Что делает девочка? Она пауэрлифтер. Она делает как раз таки приседания фронтальные. Я люблю приседать. И полюбил я приседать, как это, не смешно и не странно. Именно после того, как получил травму. И как мне сказали, что приседать нельзя. До этого, особенно первые пять лет, я практически приседал очень редко. Просто не любил это упражнение. Но первые, наверное, лет 7-8 я упорно делал становые тяги. Становая тяга у меня всегда перла. И все было здорово и замечательно. Девчонки, никогда не игнорируйте приседания. Вы никогда не получите травму, если будете грамотно тренироваться, если будете соблюдать все правила техники безопасности. Поверьте, от многих бестолковых упражнений можно травмироваться гораздо быстрее и серьезнее, чем от хороших грамотных приседаний. В первую очередь, всегда обращайте внимание на технику. Техника уже не раз рассказана, написана и мной, и другими людьми, профессиональными спортсменами. Следите, смотрите, изучайте. Правила просты и они одинаковы для всех. Не переживайте за то, что коленки выходят за носки. Главное в приседаниях стоять полный стопой, садиться и, естественно, пытаться удерживать спину прямой. Когда у вас есть проблемы с поясницей, то, естественно, нужно избегать прогиба в нижней точке приседа в тазобедренном суставе. Но поверьте, если у вас проблем нет, и вы соблюдаете все другие правила техники, то вы, скорее всего, навряд ли травмируетесь, а со временем растянетесь настолько, что сможете спокойненько делать приседания уже в идеальной технике. Становая тяга, друзья, то же самое. Практически становая тяга – это приседания. Единственное, что штанга у нас находится не на плечах, а в руках. Многие обвиняют меня в том, что я тяну руками. Это не так. Возможно, я немножечко дорабатываю бицепсом, но только потому, что у меня очень сильно травмированные плечевые суставы, требующие оперативного вмешательства, то есть нужна операция. И чтобы их не перерастянуть, чтобы вообще у меня не оторвались кости, руки, мне приходится немножко работать в такой технике. Всем же, естественно, рекомендую обращать внимание на то, что очень-очень важно делать движения плавно и без рывков. Руки просто использовать, как будто это веревки, привязанные от корпуса к штанге. Становую тягу я начал делать где-то через полтора года после того, как занялся своим лечением. Полтора года я не делал становую тягу, ну и, наверное, года три я не делал никаких тяг в наклоне. Да и сейчас я стараюсь не делать ничего в наклоне, потому что в наклоне нагрузка, естественно, на поясничный отдел позвоночника возрастает и не в один раз. Но я продолжаю делать становую тягу. Люблю, практикую. Естественно, не очень часто. Что советую делать и вам. Естественно, после того, как вы уже избавитесь от болей. Но гимнастику, экстензии, гиперэкстензии, фронтальные приседания с легким весом или вообще с пустым грифом, необходимо начинать делать как можно чаще. Приседаниями, на самом деле, можно и нужно лечить свою спину. И будете тогда, друзья, жить полноценной жизнью. А если у вас не было никогда боли в пояснице, в позвоночнике, не отдавало в ногу, так это же замечательно. Вы, Раз, Два, Три! Выполняя мою гимнастику и мои советы, сможете жить полноценной жизнью. Без болей, тренироваться, ходить в тренажерный зал, хорошо и комфортно себя чувствовать в бассейне, на пляже. И получать удовольствие от этой жизни. Ведь жизнь без удовольствия никому не нужна. Поэтому, друзья, будьте очень внимательными. Если у вас уже есть проблемы, прислушивайтесь к всему тому, что вы услышали сегодня, выполняйте это. Если у вас нет проблем, и боли, и вы не хотите, чтобы они у вас появились, тоже выполняйте все, что я вам рекомендовал. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги о женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги, они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор, или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность, тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал. Просто хотя бы даже для ознакомления. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас, каналу. И еще, друзья, пару слов о тех добавках, которые вам помогут. Я не говорю уже о комплексных витаминах. Буду говорить здесь конкретно о витаминах. Это витамин D. Во всем мире витамин D стараются рассматривать уже как не витамин, а даже как гормон. Это очень важный витамин, гормон, если хотите. И, в принципе, практически у каждого испытывается его дефицит. Хотите быть уверенным? Сдайте кровь на наличие гормона, на наличие витамина D. И сами дальше уже пляшите. У меня много видеороликов, статей о важности, необходимости и дозировках витамина D. Следующее, друзья, тоже очень и очень важно. Это омега-3. Омега-3 вы должны принимать на регулярной, постоянной основе. Это ваше здоровье. Здоровье всего организма, костей, суставов, сухожилий, ногтей, волос, кожи, всего, друзья. Не стоит избегать такой добавки, как аргинин. Если ее грамотно принимать, применять на голодный желудок, вы будете получать большую пользу. Потому что аргинин в таком случае будет провоцировать выброс гормона роста. А вы знаете, что гормон роста очень и очень помогает во всех процессах восстановления. И, естественно, ваши проблемы, ваши боли уйдут гораздо быстрее. И еще о чем хочу сказать, и что очень часто задают в вопросах. Боль. Нужно ли тренироваться через боль? Друзья, здесь нужно понимать следующий момент. Если вы испытываете боль, выполняете определенное упражнение, боль у вас не усиливается, вы должны работать в том участке амплитуды, в котором эта боль остается такой же или исчезает, но ни в коем случае не усиливается. Вот это правильная и грамотная работа через боль. Но ни в коем случае не делайте ничего, что вызывает у вас дискомфорт, если у вас нет дискомфорта, что вызывает усиление привычной обычной боли. Так поступать нельзя. После острого периода, даже если у вас есть боли, необходимо начать делать эти упражнения. И экстензии, и гиперэкстензии. Раз, два, три. Мне прислали вот такой тренажер. Называется он Кордус. Я его пока еще не пробовал, не тестировал. Компания прислала его мне на тех условиях, что я протестирую его и расскажу вам. Прибор сконструирован таким определенным образом, что для каждого участка позвоночника есть своя площадь работы. И мы с вами сделаем скоро определенный видеоролик, где я расскажу, как им грамотно пользоваться. Старайтесь как можно меньше сидеть. Если у вас сидячая работа, каждые 15-20 минут, несмотря на всю ее срочность, важность, плюйте, ваше здоровье важнее. Вставайте на одну-две минуты. Разминайтесь, просто ходите, поделайте наклончики, неважно. Главное встать. И если вы заботитесь о своих детях, придите на родительское собрание и обязуйте вашего классного руководителя, вашего ребенка, чтобы она поднимала или он детей хотя бы каждые 20 минут. Почему и для чего я уже объяснил. Это очень и очень важно. Дома вы можете либо лежать перед телевизором, а если вам необходимо поработать, лучше это сделать стоя. Сейчас очень много специальных выпускается подставок под компьютер. Вы можете ставить их на стол, на эту подставку специальную, компьютер, клавиатуру, вся она удобно регулируется, и вы будете избегать проблем с вашим позвоночником. Поверьте, сидеть это самое противоестественное для нас с вами. Друзья, очень важно понимать, что в период, когда вы избавляетесь от болей, и даже если у вас нет никаких болей, нам с вами необходима вода. Да, мы должны пить много, как это ни странно, чистой воды. Если вы не хотите пить воду, исключайте чаи, исключайте кофе, пейте воду, для чего нам с вами нужна вода. Вы знаете, что все в нашем организме питается, как и мы. И для того, чтобы питательные вещества подходили именно к позвонкам, нам необходима вода, потому что позвонки питаются только за счет диффузии. А если весь другой организм питается за счет трафика крови, то здесь, друзья, совершенно другая история. Поэтому также важно пить хорошую воду в достаточном количестве. И гулять. Почему гулять пешочком? Во-первых, это хорошая кардионагрузка, именно жиросжигающая. Вы можете лимитировать ее. А во-вторых, будет происходить как раз-таки вот та самая необходимая диффузия в поясничном отделе позвоночника. С каждым шагом вы будете сдавливать позвонки и происходить декомпрессия. Будет компрессия, декомпрессия, вода будет поступать, вода будет уходить. И с водой будут приходить питательные вещества. Это очень важно. Не игнорируйте это. Обязательно поделитесь данным роликом в своих соц. сетях. Поставьте лайк. Напишите комментарий, если вы уже делаете это. Напишите комментарий через недельку, когда вы попробуете все эти советы и увидите, как боль вас отпускает. Кого-то отпустят уже после первого раза. Кому-то понадобится больше времени. Но каждый из вас получит пользу. Потому что все, кто пробовал, абсолютно все получили пользу. Один или два человека написали мне только, что им это не помогло. Но больше тысячи человек, вы видите это в комментариях под ранними видео, и в личку мне пишут благодарности. Я не сделал ничего более полезного в плане бодибилдинга, в плане предложения своих тренировок или плана питания. Ничто не сравнится с той пользой, которая принесла именно от избавления от боли. Мои рекомендации, советы помогли очень и очень многим людям. Помогут и вам. Не игнорируйте это. А мы, как всегда, увидимся в тренажерном зале всем сухой мышечной массой и силой без травм.